Данил Москаленко Данил Шейнбеков, пишет Токаев, является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнер и союзник. Но это традиционная, так скажем, наша позиция, естественно. Я очень этому, конечно, рад. Давайте сейчас обсудим некоторые вопросы, как все-таки идет восстановление ситуации. Я пригласил экспертов из Кыргызстана. Сегодня принимает участие в эфире Аскар Садыков, исполнительный директор Международного делового совета из Кыргызстана. Денис Бердаков есть у нас также, директор аналитической компании Central Eurasia Transboundary Research Network. И Арман Байганов, экономист наш, известный из Казахстана. Здравствуйте, коллеги, я вас всех приветствую. Здравствуйте. Да, позвольте сразу, господин Садыков, что там у вас, какая ситуация сейчас в целом? Насколько, так скажем, то, что написал наш президент, соответствует действительности? Какая ситуация у вас там? Спасибо. Ситуация, слава богу, стабилизируется потихоньку. Сегодня у нас парламент все-таки набрал кворум и утвердил премьер-министра и состав правительства. Уже, если не ошибаюсь, вышел указ президента о назначении членов правительства. Поэтому правительство, надеюсь, что в полной мере заработает, обеспечит безопасность как инвесторам, так и в целом народу. И дальше предстоят дальнейшие действия, конечно. Это повторные выборы и, возможно, даже конституционная реформа. Это все очень тяжело воспринимается сейчас общественностью Кыргызстана или нормально? Потому что, ну, если вас послушать и в целом посмотреть на ситуацию, то, если честно, это вот какая-то, вот это транзиты власти или что это, как это назвать, я даже не знаю. Но, тем не менее, экономические последствия, вот что меня интересует. Сложновато с этим сейчас? Действительно сложно. Серьезно пострадал горнодобывающий сектор страны. Целый ряд месторождений прекратили, приостановили свою деятельность. Одно из месторождений пострадало имущественно. То есть были сожжены целый ряд объектов на одном из месторождений. И по предварительным нашим оценкам ущерб оценивается порядка 25 миллионов долларов предварительно. Еще предстоят подсчеты. В других отраслях тоже есть определенный ущерб в части упущенной выгоды. Потому что на вот эту минимум, на эту неделю предприятия, многие из других отраслей экономики были вынуждены приостановить деятельность. Потому что попросту опасались своей безопасности. За безопасность, да, конечно, это естественно. Да, господин Бердаков, пожалуйста, подключайтесь также к нашему диалогу. Что у вас, какие замеры вы делали в целом по экономической ситуации, по бизнесу, может, у вас есть небольшая аналитика. Пожалуйста. Ну, конечно, ситуация, которая сейчас сложилась, она является логическим продолжением пандемии, которая у нас бушевала в предыдущие месяцы. И была ситуация такая же сложная, как и в Казахстане. Мы, наверное, две наиболее пострадавшие страны из всего ЕАЭС от этой пандемии. Мы видели огромный экономический спад. Сейчас оценивается, что до прошедшего месяца ВВП Кыргызстана ушел в минус 6%. И, скорее всего, год мы можем закончить даже в районе минус 8%. Перспективы на следующий год также крайне туманны. Потому что наша экономика очень зависима и от переводов мигрантов, и от целого ряда внешних обстоятельств, в том числе и открытые границы с Китаем, к примеру. Ну и золотодобывающий, другой народный кластер, он дает значимый вклад в ВВП, как уже отметили, от 20 до 25%. Сейчас каждый день простое, это 20 тысяч долларов минимально. Соответственно, ситуация сложная. Не можно сказать, что только митинги все испортили. Например, у нас один из ключевых рынков, который потребляет нашу рабочую силу внутри Кыргызстана, это швейники, это примерно 200-300 тысяч человек. Они, например, 2-3 месяца этим летом и весной не работали. И удар от этого по экономике колоссальный, причем удар даже может быть не по бюджету. У нас отличительная особенность Кыргызстана от Казахстана, ну и как от России, это очень маленький бюджет и его роль вообще в стабилизации безработицы, возможности оказывать поддержку длинными дешевыми деньгами. То есть у нас все-таки разница между бюджетным сектором и небюджетным колоссальна. По моим оценкам, в бюджете и около бюджета живут 4-5% населения Кыргызстана. Это включаем всех бюджетников, врачей, учителей, понятно, госслужащих и даже тех, кто работает на госстандарах. То есть 4-5% экономики, это условно как-то там с бюджетом связано. Все остальные, с одной стороны, огромный плюс, они свободны, могут развивать малый и средний бизнес. Но в такие тяжелые годы, как 2020-2021 год уже очевидно, бюджет им ничем не может помочь. Да, если можно, Господин Байганов, вам вопрос тоже. Вот всем, что сейчас коллеги из Кыргызстана говорят. И в целом то, что сказал, кстати, Токаев в своем твиттере высказался. Что нам надо предпринять? Может быть здесь как-то по-другому посмотреть на экономические связи Казахстана и Кыргызстана? Может быть стоит предпринять какие-то усилия, чтобы поддержать Братскую Республику? Если мы всецело всегда, так или иначе, за Кыргызстан. Во-первых, хотел бы сказать, что в структуре Евразес Кыргызстан занимает второе место. Это около составляет 4-6% именно в торговле среди стран Евразеса. После России Кыргызстан идет, потом Белоруссия. Если в целом подойти, насколько критично именно ситуация, в частности, влияние на нашу экономику, от снижения экспорта продукции, продажи торгового товарооборотов с Кыргызией, то это не настолько критично. Она составляет около не более 1% в пределах от всех внешнеторговых операций, потому что Казахстан пошляет с другими странами. И, соответственно, в первую очередь, конечно, это пострадает сама Кыргызия, потому что все-таки у нас разные весовые категории по объемам экономики. И, соответственно, Кыргызия, в первую очередь, тоже тесно взаимосвязана с нашей экономикой. И именно, возможно, тоже сбыт различных цепочек поставок. Все это тоже повлияет. Основные у них экспортные продукции Кыргызстана в Казахстане – это руды, концентраты, драгоценных металлов, обувь и легкая промышленность. А Казахстан в основном экспортирует в среднем. У нас торговая сальда в два раза выше, то есть мы больше два раза экспортируем в Кыргызстан, нежели в Кыргызию, в нашу страну. У нас около экспорта объемов продаж именно в Кыргызскую республику составляет в пределах 600 миллионов долларов в год. А в Кыргызии чуть более 600 миллионов долларов в год. Соответственно, вот эти моменты тоже будут определенные, повлияют, возможно, именно текущая ситуация, повлияют в целом на инвестиционную привлекательность наших казахстанских предпринимателей, не только казахстанских, со всего мира. Стоит ли, если часто происходят такие различные политические вещи, то есть резкая смена правительства, курса направления, это может откугнуть долгосрочных инвесторов в инвестирование именно в данную страну. Необходимо отметить, что казахстанский бизнес так или иначе около инвестировал за все годы в настоящий момент по различным оценкам около 1 миллиарда долларов. Также Казахстан представлен в финансовом секторе. Есть там, например, Халкбанк, крупные финансовые институты, есть также различные финансовые другие институты. Соответственно, это может тоже повлиять на качество худного кредитного портфеля. То есть, если появится безработица в связи с политическими различными неурядностями в стране, это тоже, вы же сами понимаете, по погашению обязательств тоже вольтся в проблемы. Вот эти моменты, это моменты, необходимо тоже понимать, то, что самое хорошее, если сейчас быстро это разрешится ситуация, и государство перейдет именно в правовое поле, чтобы меньше было различных мародерств, коробежей, и тогда, возможно, это восстановится. Ну, сейчас, как я понимаю, ситуация вот в плане, ну, прям, чрезвычайно вот такое вот, то, что было, мы наблюдали вначале, уже такого нет, да, господин Сатыков? То есть, сейчас все ровно, порядок восстановлен, правоохранительные структуры работают, и все такое, да? Да, да. Ну, слава богу, да, 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 слава богу. Новый пример, у вас новый пример. Что-то по экономике, что-то по бизнесу, он делает что-то, чтобы привлечь бизнес, ну, хотя бы или дать какой-то намек, чтобы, ну, не бежали оттуда предприниматели, и не останавливали работу деятельностью, хотя бы наши. Я смотрю на настроение, наши уже все говорят, что тайм-аут, мы там работать не хотим. Да, действительно, у нас есть такие опасения, но нам уже с аппарата премьер-министра сообщили, что на следующую неделю назначено большое совещание с инвесторами, это инвестсовет при правительстве будет. Кроме того, назначено совещание отдельно с горнодобывающими предприятиями, с самим премьер-министром. Поэтому мы на этих совещаниях все основные проблемы инвесторов, в том числе и казахстанских, поднимем. И будем совместно работать над их решением. Вот в понедельник еще тогда вот новый избранный премьер-министр сразу объявил об этом, что на первый план он ставит вопросы инвестиционного климата и защиты бизнеса. Да, господин Бердаков, пожалуйста. Таким будем надеяться. Да, ну, конечно, конечно. Господин Бердаков, пожалуйста. Ну, я бы не стал забывать о главном, что данное правительство, оно техническое. Сколько оно просуществует? От месяца до двух-трех? Навряд ли больше. Ну, просто потому что у нас ждут, скорее всего, перевыборы. Потому что ЦИК уже официально заявлял, что выборы прошли с нарушением, они недействительны. Соответственно, чтобы через три месяца, так как у нас именно парламент формирует, а правительство в полном составе, за речащим исключением, кроме квоты президента, то у нас парламент и те партии, которые проходят парламент, имеют гораздо большее влияние. Ну, слушайте, ну, если так все пойдет, ну, я не знаю, это весьма сложно может в дальнейшем разворачиваться, я имею в виду социально-экономическое развитие. Если сейчас наметить несколько, вот, по пунктам, что называется, какие моменты надо, может быть, какую-то срочную антикризисную экономическую программу принять, это возможно? Может ли ваш экономический блок правительства сейчас этим заняться и в кратчайшие меры, в кратчайшее время, например, сформировать финансовый какой-то пакет, который может повлиять на развитие предпринимателей в Кыргызстане? Сильно сомневаюсь, честно говоря, сильно сомневаюсь, потому что, когда уже больше 10 лет занимаешься нашей политикой и экономикой, понимаешь, что они чрезвычайно взаимосвязаны, и ключевые отличия все-таки, они следующие, да, в отличие, опять же, от России и Казахстана, у нас нет лишних денег, то есть у нас бюджет всегда дефицитен, у нас нет фонда национального развития или неких его аналогов, которые в Казахстане. Например, по эпидемии коронакризиса, сколько тратили государственные органы Казахстана, на одного человека, да, это было даже больше, чем в России, да, то есть помощь была выше, ваши резервы на душу населения выше, например, у нас просто нет резервов на душу населения, они ноль. Есть резервы нацбанка, но они именно для поддержания валютного курса, то есть вот этот вот ключевой момент, который, ну, не всегда понятен со стороны, то есть из резервов нашего государства, я не знаю, там, миллион, два долларов, это все, собственно. Дальше, что можно, конечно, сделать? Для инвесторов в Кыргызстане нужно только одно, политическая стабильность. Это, пожалуй, главный актив, который требуется, вот его, как раз-таки, никто и не может обеспечить уже многие-многие годы, потому что я помню, срыв проектов еще 2009 года, начиная, каждый раз собираются огромные деньги заходить, от 100 миллионов до миллиарда, полутора миллиардов, там, и Южная Корея, и Казахстан, и Россия, и Китай. Каждый раз это ждут люди окончания или начала электорального цикла, а после него все заканчивается тем, что инвестор говорит, все, я увидел вашу специфику, ухожу в Узбекистан. Обычно это заканчивается этим. Понятно, что действующий пример технический, он крайне заинтересован в показаниях. Вот представьте, да, если сейчас он увеличит показатели бюджета, ВВП и все такое. Его же народ, я так понимаю, этот же народ будет носить на руках. Рука будет носить. Вот-вот, да. Он будет носить на руках, и шанс на победу очень великий будет. Вопрос в том, что сделать это, ну, очень непросто, да, то есть наша экономика там больше 20 лет загонялась в определенное русло правил, лишений, я бы даже больше сказал. Что-то сделать сходу крайне сложно. То есть все должны понимать, что быстрых решений нету, их просто нету. Да, если можно, господин Байганов, может быть, у вас есть список быстрых решений? Почему нет? И вас не слышно, вас не слышно. Да, сейчас, секундочку, проблемы со звуком. Что-то, да, вас... Что-то вас не слышно. Да, пока сейчас мы сделаем переподключение. Господин Садыков, пожалуйста. А, вот сейчас слышно. Да, говорите. В первую очередь, я согласен с коллегой из Кыргызстана. Деньги, как говорится, любят тишину. В первую очередь, необходима эта политическая стабильность в стране. Очень легко все это быстро разрушить. То есть за последние десятилетия в Кыргызстане уже происходят неоднократные различные политические потрясения. А именно доверие инвесторов, особенно внешних, с европейских стран, это очень тяжело и очень долго необходимо завоевывать. А это то, что потерять, это очень легко и просто. Соответственно, необходимо в первую очередь решить в стране, чтобы делать какие-то экономические реформы, в первую очередь необходимо прояснить себе именно части политической стабильности и политического определенного курса. После этого только можно в купе экономические реформы проводить. Да, если можно, господин Садыков, вам завершающее слово подходит к концу наш эфир. Пожалуйста, если можно. Ну вот мы сейчас смотрим на ситуацию, что называется, со всех сторон. Я все же хотел немножко и положительного тоже внести. В целом экономический блок правительства остался прежним. То есть министр экономики сохранил свое кресло. Вице-премьер Новиков, ответственный за экономический блок, ранее тоже был министром экономики. Поэтому мы все-таки надеемся, что преемственность в экономическом плане сохранится. Председатель Национального банка также остался на своей должности. И макроэкономическая стабильность в целом, я думаю, обеспечится. Наши антикризисные меры, по крайней мере, предложения бизнеса всегда учитываются. Поэтому мы продолжим их новому правительству теперь предлагать и совместно как-то работать над разрешением текущей ситуации. Ну а если вот, например, на наши взаимоотношения посмотреть, как они будут в дальнейшем развиваться, торгово-экономические в целом, что вы думаете в этом отношении и какова перспектива казахстанского бизнеса в Кыргызстане? Я думаю, перспективы хорошие. У нас традиционно отношение к казахстанскому народу и казахстанскому бизнесу положительное. И, наверное, свидетельством этого служит место Казахстана в нашем товарообороте. Оно всегда в первой тройке, в первой пятерке стран. Казахстанский бизнес тоже себя чувствует в целом, я думаю, комфортно. Да, есть определенные вопросы, проблемы в горнодобывающей сфере и других сферах. Но в целом, я думаю, перспективы хорошие во всех этих сферах. В агропереработке, в туризме, в строительстве и в других сферах. Был цементный завод успешный казахстанский. Для бизнеса сейчас созданы условия в том, что у нас заработал институт бизнес-омбудсмена. Специально для этого был привлечен гражданин Великобритании, такой независимый человек, бывший посол Великобритании в Кыргызстане. И мы надеемся, что защита бизнеса с каждым годом будет улучшаться. В целом, у нас государственно-частный диалог тоже с каждым годом улучшается. У нас есть площадки на уровне президента, на уровне премьера и спикера парламента, где мы каждый квартал можем встречаться и все проблемы бизнеса напрямую говорить всем первым лицам страны. Ну вот смотрите, если посмотреть, я прошу прощения, я вас перебил, просто время подходит к концу. Мне интересно, вот сейчас мы немножко сравниваем, ну так, опосредованно, но тем не менее, экономику Казахстана, Кыргызстана по бизнес-условиям, например. Что вы видите, например, что в Кыргызстан хорошо бы принести? Какой казахстанский опыт? Есть ли такое? Или у вас совершенно своя точка зрения на это? Нет, безусловно, нам много чему есть поучиться у казахстанского бизнеса. К примеру, это энергетика. Наша сфера энергетики нуждается в давних еще реформах. До сих пор мы субсидируем нашу электроэнергию. Здесь нужны реформы, придумать грамотный план изменения тарифной политики и управления энергосектором. В том числе по нефтегазовой промышленности у нас есть, что перенять. Мы тщательно наблюдаем за опытом МФЦА в Казахстане. Если этот опыт удастся, мы рассматриваем возможность его применения в Кыргызстане. По свободным экономическим зонам мы тоже смотрим лучшие практики и хотим их применить. И это касается и льгот для малого и среднего бизнеса. Мы слышали, что в Казахстане в период пандемии, в частности, малый и средний бизнес, микробизнес был освобожден от всех налогов. Вот, кстати, сейчас кризисный период, неделя нестабильности, потом восстановления. Вот для нового премьера технического, как господин Бердаков сказал, ну пусть объявит, например, то же самое, что у нас. Но это же можно. Абсолютно, да. Еще предыдущий премьер объявлял, что с 2021 года у нас аналогичные меры будут приняты, освобождение. Если нынешнему премьеру удастся это раньше применить, будем... Что-то господин Бердаков улыбается. Что-то он улыбается. Да, у нас испытывает сложность. Хотел добавить, касательно отмены налогов, надо в этом вопросе более осторожно подходить. То есть могут от среднего бизнеса постепенно уменьшать свои обороты и перерегистрироваться на малый бизнес. Да, да, да. Возможно, в итоге ущерб будет колоссальный для всего бюджета. Вот это надо осторожно подходить. И, возможно, это мы столкнемся сейчас с Казахстаном на три года по налогам амнистии. Да, да, да. Да, да, да. Спасибо. Главное вам, конечно, стабильность и развитие Братский Кыргызстан, чтобы все было у вас хорошо. Постепенно ситуацию вы управляете. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Сегодня мы обсуждали, собственно, ситуацию, которая складывается у нас в Кыргызстане. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. Не успел я зачитать, но, тем не менее, интересная дискуссия получилась. Напомню, это была программа «Время говорить». Смотрите нас каждый день в прямом эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok